Всем доброго времени, все-таки уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Майнкрафтер Демастер, и сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы будем, что правильно, круто воровать идею своего друга, вот так вот, да. Аид недавно выпустил видео, где он, короче, оценивал мини-игры в Майнкрафт, вот, и я только подумал, блин, это же отличная идея, типа, я же тоже могу составить свой топ, и буду это делать из мини-игр на Кристалликсе. Вы, кстати, не обращайте, что я буду такой темный, это потому, что у меня, во-первых, шляпа, во-вторых, у меня света до сих пор нет, из-за того, что у меня стол, мой хороший, крутой стол, при переезде его расхерачили, поэтому, кстати, еще фон не настроен, ничего, пока еще не сделано на хате, ладно, уже процентов 70-80 сделано, мы как раз до выходных, думаю, доделаем, но выходных уже бункер буду снимать, ладно. Здесь, в общем-то, вы видите таблицу рангов от D до S, ну, соответственно, D это хуже всего, S это, типа, супер круто. Вот, я выставил почти все игры с Кристалликса, я убрал около 10-15 штук, у вас, но там аркады были всякие, и те режимы, которые уже, можно сказать, вышли, типа, там, грубо говоря, Ant Wars, Color Control, вот, недавно закрылся, ну, почти, он еще не совсем закрылся, там есть небольшие отголоски, поэтому я их решил не добавлять, добавил только в то, что я играю, играл, и режим, то, что мне в целом нравится. Так, давайте начнем, я просто картинки закинул, которые у меня были из компаса в случайном порядке, поэтому, давайте по порядочку. Так, первое, это Annihilation, смотрите, первый режим это Annihilation, что я могу про него сказать, про Annihilation? Это очень крутой режим, я оценивать буду так, что, типа, я буду оценивать для себя, с своей точки зрения, с своими рассуждениями по каждому из игр. В Annihilation сейчас никто уже не играет, да, и я понимаю, почему, потому что людям сложно разбираться, сложный режим, очень долгие катки идут, час, полтора, два, никто не хочет так долго играть и так далее. Но в свое время это была просто пушка, каждый, кто у меня сидел в TeamSpeak и в него играл, заходил там человек по 200, постоянно рубилось, и мы постоянно играли на Шотбове еще до первого Кристалликса, вернее, первый Кристалликс уже тогда был, но мини-игр еще тогда не было. Эх, 2013 год, это было 9 лет назад, как давно, я вам скажу, друзья, очень давно, но ничего, как бы, да, то есть, как бы, я этот режим сейчас поставлю на А. А, вы скажете, что Annihilation, а, я не буду ставить его на S, потому что в целом, ну, хотя, знаете, для меня он даже на S, он будет на последнем месте в S рейтинге, потому что именно для меня это режим кайфовый. Я даже сейчас на стримах, те, кто в стримах сидят, знают, что я иногда, бывает, захожу и играю в Annihilation, потому что, потому что это крутой режим, реально, крутой режим, там есть все, там, ну, кроме по воен, наверное, да, то есть там, там есть и командная работа, и базы, и различные фазы, и там терять лут очень больно и так далее, короче, очень крутой режим, но в нем, конечно, есть свои минусы, недостатки, поэтому он сдох. Так, хорошо, блин, у меня такие режимы сразу же, Bad Wars, ну, Bad Wars тут, чуваки, без вариантов, и это я ставлю на S, и теперь, как их поменять местами, как, так, о, 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 короче, Bad Wars на первом месте, Bad Wars это легендарный режим, это, знаете, один из столпов всех мини-режимов, то есть, как бы, такой эталон того, как должен выглядеть мини-режим, вот, в целом, Bad Wars я записал, наверное, больше 200-300 серий за все время, и я вам могу сказать, что Bad Wars это реально топовая игра, в которой, в принципе, тоже все есть, причем на разных сетерах еще Bad Wars реализован по-разному, и поэтому ты можешь, как бы, в одном, на том же хайпикселе можно там рашить, да, грубо говоря, там, там есть какие-то ограничения, на GOMHD были свои приколы, на хайвэмси никто не умел играть, поэтому тут заходил, Bad Wars чисто раскидывал нубов, всегда и кайповал, ну, и так далее, короче, Bad Wars топовый режим, пока что, я вот даже не знаю, переведет ли сегодня хоть один режим Bad Wars, потому что Bad Wars пока что топ, он дольше всех продержался, и, ну, я его просмотром на ютубе, вообще, в целом смотрю, и так далее, типа, и до сих пор по онлайну на Bad Wars, да, вот, его только скайблок на хайпикселе перебил, фактически, но Bad Wars очень долго удерживал держивающиеся позиции. Так, следующее, это блок пати, блок пати я поставлю на C, потому что это аркада, это прикольная аркада, в нее прикольно позалипать, поиграть, но это просто аркада, понимаете, режимы аркады, мне кажется, вот, для аркады это максимум B, возможно, в редких случаях это A, если это прямо супер крутая аркада, но аркада не может пасть в ап, потому что она просто очень простая, понимаете, это простая игра. Так, ну, тут, думаю, рассуждать нет смысла, танцульки, я в них еще и на первом кристалликсе играл, и на других лицензионных серверах и так далее, то есть, как бы, этот режим, он реально хорош. Давайте пойдем дальше, Bridge Builders, я в этот режим играл в основном на кристалликсе, я его поставлю в категорию B, это хорошая мини-игра, это уже не аркад, но при этом там есть свои проблемы, то, что мало карт, то, что мало людей играет, так же, вот, и то, что обновы там не выходят. Сейчас пока что-то просто режим застоя, но в целом у него есть потанцевал, есть свои приколюхи, мне эта тема не очень нравится с фармом блоков, но то, что можно портаться другими и мешать им быстрее строить мост, это, конечно, крутая тема. Так что я ставлю этому режиму заслуженную категорию B. Так, дальше у нас креатив, креативу я поставлю A, знаете, вот, почему A? Почему такой высокий рейтинг, такому простой штуке, как креатив, потому что на креативе родилось много хайповых идей, реально. Я с креатива просто в шоке, иногда захожу, там, во-первых, бывают такие чудесные постройки, ты думаешь, боже мой, почему этот чел не у нас в билд-команде, или что-то типа того, и ты смотришь, что некоторые люди такие просто шедевры строят, думаешь, офигенно. Но, и помимо этого, креатив зародил очень много крутых штук, это конкурсы скинов, конкурсы построек, конкурсы всякие различные, там, ролплеи внутри себя, библиотеки чуваки построили, огромные истории, там, что-то еще писали, короче. Креатив, это, знаете, это вот, как бы, это такой кладезь всего понемножечку, и это очень круто, там чуваки и паркуры свои делают, и все, все подряд, и там, реально, это такой сервер, на котором ты действительно можешь найти талантливых людей, которые действительно вкладывают сотни, тысяч часов в свои работы, и это реально очень круто. Ну, и я могу сказать честно, что креатив, это крутая штука, тем более на кристалликсе, сейчас он там онлайн подупал, конечно, по-моему, раньше было 100-150 стабильно, тогда вообще был жесткий экшен, там постоянно что-то происходило, поэтому даже много расстроено, что на креативе онлайн подупал, но, в целом, я считаю, что этот режим заслуживает категории А. Идем дальше, кастом Стив Хаус, ну, не, ну, тут чуваки, как бы, даже не знаю, Бедварс или кастом Стив Хаус, но на кристалликсе, я считаю, что мы оцениваем режимы кристалликса сегодня, поэтому я скажу так, кастом Стив Хаус сделан на кристалликсе лучше, мне он нравится, я его ставлю на С и высокий ранг, если сравнивать их вот так вот, ну, на Бедварс, на кристалликсе тоже свои приколюхи есть, но на КСК есть одна большая проблема, один огромный, прям такой жирнючий, прям такой здоровый жирнючий минус, это то, что на нем очень много багов, в последнее время очень много лагает, в последнем месяце, полтора, прям очень сильно лагает, я не знаю, как записать видос, у меня картинка уже готова, наверное, 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 недели две я до сих пор не могу снять видос по КСК. Вот такие вот дела, чуваки, вот, короче, давайте будем дальше, опа, Кастл Файт, ну, тут я, чуваки, поставлю даже выше КСК, а почему такие тут, почему мне игры так жесткие тут, я объясню. Я понимаю, что по онлайну на Кастл Файте гораздо ниже онлайн, и то, что многие скажут, ну, что офигел, КСК в тысячу раз лучше, но, ребят, давайте я кое-что объясню, почему для меня Кастл Файт гораздо выше. Когда вышел КСК, я на нем очень много рубился, и прям дофига, но сейчас я рублюсь в ферму, либо в Кастл Файт, почему так, я объясню, потому что Кастл Файт это стратегия, а в Майнкрафте, прямо, ну, очень мало стратегий. КСК, хоть и в нем вообще все полностью понамешано, это и ПВП, и ПВЕ, и ставки, и рандомы, и удачи, и все, что угодно, но, и дуэли, и все остальное, да, то есть, как бы, но в Кастл Файте есть одна прикольная фишка, это то, что это самая, одна из самых лучших стратегий в Майнкрафте, а я обожаю стратегии в Майнкрафте. К сожалению, очень мало любого стратегического жанра реализовано, это был Цифкрафт, был реализован, цивилизация, но это больше не стратегия, там, если только ты за лидера цивилизации играешь, то для тебя это, возможно, стратегия. Цифкрафт, Тавер Дефенс на Кубкрафте и Тавер Дефенс на Хабиксите, все, контент стратегический просто заканчивается, и это очень грустно, именно поэтому я ставлю Кастл Файт на С, и выше, я даже не знаю, сможет ли кто-нибудь сегодня перебить С, Кастл Файтер, потому что для меня Кастл Файт это сейчас один из моих любимых мини-игр, только потому что это стратегия, только потому что она действительно неплохо реализована, потому что здесь ты реально управляешь целыми армиями и так далее, и тому подобное, ты смотришь на характеристики своих противников, на их юнитов, ставишь контр-башни, против них продумываешь, мне такие игры нравятся, поэтому для меня это пока топ-1. Фух, ну я, что-то долго я отсасывал Кастл Файтер, поэтому давайте пойдем дальше, да. Следующее, это ГТМ, если мне память не изменяет, я поставлю его в категорию Би, многие скажут, почему в Би, а все потому, что тоже режим себя изжил, вот, в свое время, конечно, произвел фурор, но я считаю, все же ГТМ произвел меньше фурор, чем Джедди Крафт. Сейчас ГТМ намного популярнее Джедди Крафта, как мне кажется, потому что я на Джедди, как не зайду, там все время что-то 30-40 человек сидит, а на ГТМ всегда стабильно 100 к 200, плюс как визуально улучшили ГТМ, это вообще отдельная история, пусть у нас карты свои уникальные на нашем ГТМ, свои крутые фишки и возможности, правда, каждый постоянно ребалансы какие-то делают, ну и там тоже есть свои баги, тоже проблемы, люди тоже жалуются, но я обычно пытаюсь с ними коммуницировать, а какие-то изменения на сервере появляются. Так что ГТМ такая твердая, ну, это, наверное, лучше, чем Бридж Билдерс, наверное, 100%, Бридж Билдерс не может быть лучше ГТМ, поэтому ГТМ это прямо топ-1 в Б-тире, наверное, будет. Следующая игра это Джедди Крафт, Джедди Крафт я ставлю А, и я даже поставлю выше Креатива, объясню почему, потому что Джедди Крафт это тот же самый ГТМ, только в статистике джедаев, но я помню на первом Кристалликсе, когда мы выпустили Джедди Крафт, это был просто, ну, я не могу по другому сказать, это был просто, просто взрыв, просто это было что-то такое, что там тысяча онлайна, просто 4 сервера, по 250 человек, все забито, требует больше серверов, мы в шоке сидим, донатят жестко, мы сидим там онлайн большой, донатят жестко, ютуберы залетают, всем нравится. Я помню, когда мы открыли Джедди Крафт, это прямо твердая, твердая А, вы скажете, кстати, почему я ГТМ и Джедди Крафт тоже добавил в топ, хотя это вообще не мини-игры фактически, я считаю, что это все же мини-игры, но не сессионные, знаете, это уже как бы такие просто полноценные игры, но их не назовешь какими-то сборками с модами, типа такими выживачами, это все-таки какой-то геймплейный такая вот, ну это какая-то смесь выживача и мини-игры, я вот так это назвал. Хорошо, поехали дальше, Мардер Мистери, Мардер Мистери я, если честно, поставлю, для меня это А слабенькая, Б, ну наверное даже Б, А или Б, А или Б, но все-таки ГТМ лучше, чем Мардер Мистери, поэтому я поставлю лучше, чем Бридж Билдерс, но вот, короче, вот здесь чем ближе, чем левее, тем для меня лучше, если что, если вдруг вы еще не поняли, вот, да, короче, я поставлю Мардер Мистери вот сюда, между ГТМ и Бридж Билдерсом, пока что, ну, Бридж Билдерс, конечно, много хуже, чем Мардер Мистери, это Бридж Билдерс, не знаю, но знаете, он на границе самом конце списка б будет наверное так хорошо свои смотрим дальше смотрим дальше принципе принципе марта месте чего-то объяснять но это просто аркада я говорю аркада не могут быть выше б так что то что мардер мистер опал уже в б это уже хорошо так хорошо следующее my little farm режим который вышел недавно я поставлю его в а после джедикрафт вы скажете что почему-то было же 2700 онлайна все были в шоке чуваки если вам интересно мое мнение я считаю что режим максимально недоработан не хватает петов не хватает ребитков не хватает шапок не потом не хватает еще кучу контента доход после роз игра становится скучновато потому что просто покажешь и уже ничего не делаешь тебе начинает ли не рубить траву никакого смысла рубить траву нет потому что ты просто не фармишь с него ты не получаешь какой-то офигенный большой доход то есть игра как будто бы тебе говорит просто встань афк и стой и раз там в 10 часов подходи нажимай кнопку я в целом так и делаю в целом я не знаю ну прикольный геймплей если честно дело не напряженный такой для ленивых подойдет но как показывают онлайн и буквально за месяц уже онлайн с 3000 почти что активных игроков упал до тысячи и то есть как бы но это потому что нет ребитков петов и шапок я уверен что были были хотя бы ребитки из этого всего списка онлайн все очень удержаться в 2000 потому что люди постоянно ребиткались им бы нравилось перепроходить не бороться либо множители монет и таким образом они бы проходили бы тот контент который на котором они застревают на день два три неделю они проходили его за пару часов благодаря ребиткам это было бы интересно и можно было бы реально пройти геймплей весь за ну гораздо больше быстрый срок и просто добавить больше еще геймплея больше всяких там штук там не по 100 грядок а по 200 по 300 400 и так далее но он что-то иконов мы с вами поговорим ферма все таки больше не симулятор а больше тайкон вот я тоже уже начал свой тайкон делать поэтому может быть скоро от меня вы увидите тайкон там будет про геймдев типа знаете геймдев тайкон грубо говоря есть такая игрушка но будет майнкрафте свой тайкончик про разработку вот начал там техническое задание писать я бы вам показал ну вот на моем телеграме сети вчера с чуваками говорил в телеграме своем и показывал им даже дал почитать так ну все про маленького ферма сказали я считаю почему же дикрафт выше чем малюта ферма потому что маленького ферма нас вышел только и делали два месяца суммарно ну типа за взявочные делать начале августа сентября то есть фактически суммарное делали два месяца понимаете да и чему я это к тому что типа там ума очень сыроватой же дикрат немного проработание там гораздо больше контента чем маленький ферме но это моя личная мнение поэтому я оставлю его выше чем маленький ферме вот так возможно если я через год буду делать там уже кучу апдейтов выйдет на будет прям крутой и заряжена я изменю свое мнение, но пока что это средничок А-класс. Дальше у нас Prison. Prison, ну я в Prison в последнее время играю мало. Я его пока ну вообще-то я поставлю его в А-Тир, но на последнее место. Знаете, потому что Prison, GTM, GDCraft, это все плюс-минус одно и то же. Одна и та же задумка, просто с разными обертками, с разными роллплей-сценами и с немного различающимися механиками. То есть, если здесь не GDCraft и GTM, тебе нужно убивать игроков, чтобы прокачиваться, но в Prison тебе нужно копать блоки, чтобы прокачиваться. Все просто. Так, Ship Wars это D. Почему D? Потому что, ну мне просто очень... Это аркада, мужики. Это аркада. Хотя ладно, знаете, я поставлю ей C не потому, что за геймплей ставлю D, но и за визуальной составляющей поставлю C, потому что визуально сделано хорошо. Но если меня спросили, в чем ты будешь играть в Ship Wars или в Block Party, я выбрал Block Party. Так, следующий у нас Sky Grid. Я на кристаллик, если в Sky Grid почти не играл, можно сказать, что не играл, но давайте тогда оценю Sky Grid в целом, как он есть. Я бы поставил Sky Grid в категорию B, выше Bridge Builders, но ниже Murder Mystery. Потому что Sky Grid в целом крутая выживачка, в нее можно поиграть, покайфовать, ну кайфануть, короче, можно от этой игры. Sky Block. Sky Block на кристалликсе топ, я поставлю его на самое последнее место S-тира. Не, знаете, даже, наверное, перед Анигилейшн, анигилейшн все-таки на самом последнем месте будет. Чисто, вот, знаете, мое такое место симпатии в S-тире. Sky Block поставлю после Bad Wars, после CSKA, после Castle Fight, потому что вообще Sky Block у нас на кристалликсе намного лучше, чем Bad Wars, поэтому можно было поставить его выше Bad Wars, но, как вы меня знаете, я в Sky Block играю не так часто, а в Bad Wars я клюду тоже покатать, поэтому Bad Wars для меня все равно будет выше. Sky Block у нас свой, уникальный, свои прикольные фишки, там Clash X с Diamond Dead'ом постарались, так что за Sky Block просто лайк, но Sky Block у нас реально хороший. Так, следующая это аркада Sky Control, я поставлю ее вот сюда вот, я пообъясню почему, потому что для меня она очень прикольная, динамичная, быстрая, кайфовая, я в нее полюбил поиграть, это прямо, наверное, одна из лучших аркад, которые есть на кристалликсе сейчас. Так что она занимает заслуженное B-тир топ-2 место пока что. Sky Wars, Sky Wars это легенда, Sky Wars это легенда, но на кристалликсе он реализован не лучшим образом, поэтому он занимает свое предпоследнее место в S-тире. Я в целом в Sky Wars на стримах играю, видосы не записываю по Sky Wars, потому что мне кажется это немного скучным, а вот соответственно, какой-нибудь зайти на стриме, там в Sky Wars порубиться, это я всегда за, мне это нравится. Но Sky Wars мы будем, скорее всего, перерабатывать в любом случае. Вот, Тин Тиран, Тин Тиран на кристалликсе реализован достаточно, ну так, неуклюже, но все равно из-за того, что это Тин Тиран, я его люблю, я бы вставил его даже варк, но мы говорим про Тин Тиран на кристалликсе, я на кристалликсе не так много у него играл, поэтому поставлю его даже вот здесь, после Sky Грида, ну да, после Sky Грида, получается, в целом, это один из моих любимых мини-режимов в прошлом, я, наверное, на нем отыграл очень много часов, не так много, как на Анигилейшн, не так много, как на Бедварсе, но все равно, Тин Тиран, я одно время пытался выполнить все ачивки, которые есть на хайпиксле и по Тин Тирану. Те, кто смотрели мои видосы, знают, что у меня очень хорошо получалось играть в эту мини-игру, я очень часто просто сидел с и тут разговаривал, и на фоне прыгал в Тин Тиране, потому что это было кайфово. Том и Джерри, это аркада, аркада очень годная, я поставлю ее между Мардер и Мистери, ладно, я поставлю ее, поставлю ее вот здесь, вот, да, между Мардер и Мистери, и Sky Control, сейчас она бывает не работает из-за того, что ее перевели в аркады, бывают у нее какие-то есть проблемы, да, я знаю, скорее всего, нужно будет ее переделать, скорее всего, нужно будет ее переписать, потому что люди просто, ну, перестали в нее играть из-за того, что она просто, ну, там, из 24 часов в сутки и 20 часов недоступна. Это проблема сейчас многих аркад, и мы это пытаемся исправить, но разработчик тоже должен этим заниматься, к сожалению, ну, немножечко отлынивает от своей работы, как мне кажется, потому что до сих пор эти проблемы остаются, и это очень плохо. Так, хорошо, анархия, анархия, я для себя поставлю ее в ранг С, я объясню, почему мне никогда не нравились эти гриф-сервера, никогда не понимал, зачем люди в них играют, не, я понимаю, почему люди в них играют, потому что можно пойти загриферить, но как-то не знаю, меня никогда это не привлекало. Единственный раз, когда я очень сильно загорелся таким сервером и реально на нем играл, это было в году, наверное, 17-18, когда мы пошли на какой-то англоязычный сервер играть, и там он, конечно, был сделан, как, знаете, русский школа-сервер с какими-то сундуками, донатом и чем-то еще, но это пофиг. Главное, что он был реально интересный, прикольный, и мы такие там воевали, типа, русские и СНГ, ну, наши СНГ-комьюнити, там были и русские, и украинцы, и белорусы, и из Казахстана были ребята, из Европы были ребята, и мы играли против Америкосов, такие собрались, такие, типа, давай там, все вместе, СНГ, братья, короче, такие просто хоп, ну, а Америкосы такие тоже отыграли круто рейлплей, они такие, типа, ааа, пришли к нам русские, короче, ща будем драться, там, короче, круто было, очень бойбово было, понятное дело, что мы, как бы, ну, и они, скорее всего, и мы не испытывали к ним какой-то ненависти или чего-то еще из-за того, что они там из Америки, а мы там из СНГ, я думаю, здесь было просто именно сам роллплей, знаете, типа, мы отыгрываем роль таких, знаете, ненавистников друг к другу, мы как будто бы ненавидели, но потом мы с ними, кстати, когда уже нам надоело драться, мы с ними поговорили, пообщались, нормально они, ребята, в любом случае были, так что это было кайфово, поэтому, да, я понимаю вайп Анархии в целом, но на кристаллик, я не хочу в нее играть, потому что, ну, я админ, понимаете, я админ, мастер, меня там будут таргетить, меня будут убивать, я там не смогу спускусь так собирать нормально, андблок, ну, я закинул на категорию Ц, это пока что на первое место, до Б немножечко не дотягивает, это все-таки выживает, что он послабее всех остальных, у него крутая задумка, крутая идея, но мне кажется, там просто не хватает хорошей руки реализации, Казда как будто бы положил на него, Казда придумал отличную идею с андблоком, он придумал хорошую тему, но, к сожалению, не реализовал ее, а как следует, как мне кажется. Аркады, вы знаете, аркады должны быть где-то здесь, но аркады будут сегодня, знаете, я вообще в целом, понимаете, почему? Потому что, даже нет, вот здесь, вот здесь я их сюда поставлю, объясню, потому что их очень х**о реализовали, тут даже без матов не могу, извините, чуваки, уже, потому что, ну, блин, постоянно, постоянно не работают, на аркадах должен был онлайн быть 500-1000 человек, мне кажется, но из-за того, что они постоянно недоступны, постоянно с ними какие-то проблемы, и все остальное, на них мало онлайна, и он не поднимается, не растет, и я каждый день из-за этого, между прочим, прочим, плачу горькими слезами, вот, поэтому надеюсь, аркад, самая идея всего этого остального, бесконечный аркад, наконец-то реализуем, ох, как же мне все это хочется, но, к сожалению, не тот человек начал это делать, и он просто не доделал свою работу, я очень сильно грущу по этому поводу, бедроковая коробка, знаете, этот режим я поставлю на B, наверное, этот режим даже сместит GTM, я объясню почему, потому что это крутой режим, крутая задумка, но до A я бы его не дотянул, потому что у меня есть баги, есть проблем, не было бы багов и всего остального, режим был бы идеально сделан, я поставил бы его на A, и даже выше Призона, наверное, и Креатива, но ниже My Little Firm, вот, но пока что его место здесь, B, топ-B, он сместил GTM, хорошо, идем дальше, бинго, бинго я поставлю на лоу место A, я считаю, что это очень крутой режим, мне очень кайфово играть, там нет никакого доната, это просто, знаете, это вроде бы тоже аркада, но это уже не аркада, потому что здесь может катка и час идти, это кайфовая игра, которая может заставить тебя понервничать, и так далее, на кристалликсе, конечно, что мы когда реализуем бинго на 1.19.2 версии, это будет очень круто, пока что то, что у нас на 1.19.2 очень много функций и блоков нет, это не круто, так, дальше у нас что это, это Build Battle, Build Battle, я поставлю в S-Tier, вы знаете меня, что я в Build Battle играл, Build Battle у нас на кристалликсе, это и битва строителей, и угадай постройку, и Speed Builders, и аниме там, какие-то битвы, и хаотичные, по-сторону, в Build Battle у нас тут все связано, на кристалликсе, я, конечно, хочу сказать, то, что я даже поставлю его, наверное, 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 вот сюда, я объясню, в B2 раз в обычный, он лучше, чем Build Battle, понятное дело, типа, но, я именно про реализацию, на Build Battle, на кристалликсе, очень много под режимов, все они реализованы неплохо, тем достаточно много, играть прикольно, мне лично нравится, я когда играл, никаких серьезных багов, серьезно, я не видел, поэтому, возможно, они там есть, но каждый раз, когда я играю в Build Battle, это самый стабильный режим, единственное, что бывает, что я захожу, там нет серверов, я иду к разработчику, говорю, какого хрена нет серверов, мне говорят, ой, извини, что-то у нас тут упало, я сейчас остановим, поднимаю, сервера сразу же есть, это единственная проблема, наверное, которая есть, так, следующий режим, у нас это выживание бомжа, я оставлю его тоже в С, нифига мне как много в С, поставлю его, наверное, даже вот, блин, даже Build Battle, я объясню, выживание бомжа в России, хоть давно не обновлялось, и так далее, но сейчас, на данный момент, на 2022 год, это до сих пор, самый крупный, симулятор, и тайкон, в Майнкрафте, который только может существовать, который только существует, потому что, более крупных симуляторов и тайконов, чем выживание бомжа в России, просто нет, там контентов дофига, десятки работ, на которых можно активно работать, тысячи бизнесов, которые можно купить, которые будут приносить тебе пассивный доход, система ребитков, система очков за ребитки, система прокачки за ребитки, пэты, куча разных там планет, огромная карта, есть локация, понимаете, есть локация, которую добавляли в последнем апдейте, на которой все еще было меньше 1%, всех игроков, вы представляете, до сих пор там есть такой контент, до которого дошли не все, и причем, знаете, вот не те все, которых, типа, ну, обычно до процентов 30-40, которые доходят с однячки, полностью проходят здесь контент, и все, и забивают, да, а меньше 1% игроков до последней локации дошли, вот, поэтому вот так вот, да, поэтому я считаю, что он заслужен на топ-3 месте, его бы пообновлять, и было бы вообще здорово, там скоро, кстати, выйдет обновление крупное, это такой спойлер, так, Dead by Daylight, хэллоуинский режим, поставлю его на С, вот здесь вот, чуть повыше антблока, мне нравится, он хорошо был реализован, на него прикольно, злебать играть, каждый хэллоуин у нас появляется, крутой режим. Зомби мод, это А-тир, до фермы, потому что это наш уникальный режим, очень крутой, классный, ну, как уникальный, СКС-кидя, но мы его переделали, делать под Майнкрафт, реализовали это, очень крутой режим, советую на нем поиграть, еще, потому что не баги, но это проблема казинных режимов всех. Ивенты, ивенты я поставлю тоже, наверное, на А, потому что прикольная тема, уникальная, наверное, до зомби мода, потому что, на нем, может, могут игрки выигрывать внутриигровую валюту, которая получается, донат валюта, бесплатно, это очень круто, такого ни на одном сервере нет, понимаете, что у нас каждый день какие-то ютуберы, другие медиа личности, разработчики, администраторы, каждый день запускают ивенты, разыгрывают кристаллики, настолько жестко, что у людей на аккаунтах, не считая ютуберов, админов и так далее, у которых там бесконечное количество кристалликов, но у ютуберов не бесконечное, там иногда вы отдаем две-три тысячи за то, что они у нас видосы снимают, таким образом делаем им спасибо, что они могут и донат себе купить и так далее, ничего себе не отказывать, за то, что они у нас, наш проект рекламе, вот, поэтому, как бы, не учитывая всех этих людей, у которых накрученные кристаллики, сейчас на аккаунтах обычных людей 600 тысяч кристалликов бонусных, вот так вот, это, конечно же, не без ивентов, но из-за топа, конечно же, и за все остальное, игра кальмара, игра кальмара сделана реально круто, кто в нее, я поставлю ее на А, я поставлю ее до Креатива, потому что, таки, это аркада, но это единственная аркада, которая сейчас прорывается, ну, это сборник аркада, я бы сказал, которая прорывается у нас на А, тир, потому что это, ну, реально крутой режим, реально, хотя еще бинг, в каком бинге награды не назовешь, так, игры разума, ну, знаете, я поставил бы на А, Но я ставлю C только потому, что Плохо реализовано Музей, ну такой себе посредственный симулятор Я немного записал, я его ставлю Ну, наверное, даже в D тир поставлю Он потому, что достаточно скучно Он быстро передается, реально быстро передается Я много видосов снял, но мне кажется Там некоторые геймплейные моменты реализованы Очень плохо, можно было лучше продумать Основные механики, чтобы тебе не нужно было Одну и ту же локацию, просто скапывать тысячу раз Можно было придумать какие-нибудь другие механики Дополнительного заработка в дальнейшем Чтобы это как-то сменялось и ты уже Нанимал чуваков, которые за тебя это долбят Ну или что-то типа того, мне кажется, было прикольно Скотобойник, крутой, классный режим Я считаю, что в целом Он заслужит введение в S-тир Но перед скайблоком Вот так вот, я на нем записываю постоянно Раз в полгода, как минимум, когда вайпец сезон Добавляется что-то новое, я всегда на нем записываю, потому что мне нравится Этот режим, я на нем стримлю, сижу просто там Моу вбиваю, это прикольная штука Просто PvE контент в основном, там еще и PvP Тоже контент есть, и PvP там не такой интересный Сплиф, ну это аркада, я закину ее в D Реализовано неплохо, лагов нет Но это сплиф, чуваки, сплиф, извините меня Сплиф, это сплиф Так, у кого длиннее столб, реализовано хорошо Я бы поставил его в А где-нибудь Вот сюда вот, но карты Говно, карты не добавляются Мало обнов, плюс еще и Аркада, поэтому я ставлю ее в С До игр, нет, знаете, игры разума, наверное, поставлю Вот сюда, ага, а столбы Поставлю вот сюда, забываю, что это Надо еще двигать, также музей поставлю сюда Сплиф поставлю сюда, аркада вообще на самом Последнем месте, яма, пит Я поставлю ее в С, но на самое последнее место Потому что мне яма не нравится И в целом, ну, режим так себе, если честно Так, ну что ж, у нас получилось, дорогие друзья Давайте посмотрим Давайте посмотрим, первое место у меня это Castle Fight, второе это КСК Выживание в России, четвертое Потом Битва с Трейдлией Бэдварс, Скайблок, Скатобойня Скайварс, Анигелейшн Анигелейшн это бонусное место, чисто Потому что я говорю, это режим, который в моем сердечке Понимаете, он даже на картинке сердечка, понимаете, это вот мое сердечко нарисовано Я отдал его линию, вот, ну, это, короче, просто его фотка Да, хорошо, дальше что, GDCraft, ферма, ну, я считаю, все заслуженно Я считаю, все заслуженно Я считаю, что у меня, примерно, вот такой вот топ игр есть В целом, да, я так, наверное, Шипварс бы еще пониже бы сделал Анархия в плане реализации получше Поэтому я вот здесь вот так поставим Все, вот теперь, теперь, да, теперь точно все идеально В целом, я полностью согласен с этим списком Вот так я себе представлю все эти режимы Надеюсь, вам понравился этот видос Идею я украл у Аида, конечно же, я ему написал и спросил Вот, ну, в комментариях все равно будут писать Даже если я это скажу, что я украл и все Вот, если вам понравился такой формат видоса, то ставьте лайки Предлагайте в комментариях еще какие-нибудь идеи для таких видосов Может, что-то еще оценить Может, вы хотите, чтобы я что-то еще оценил вот так вот Мне это нравится Просто я знаю, что есть какие-то тупые реакции И чуваки просто себя что-то смотрят, реагируют, да На все подряд И там дофига просмотров Но мне это неинтересно Может, что-нибудь оценить вот так вот Объяснить свою точку зрения Мне интересно Если вам понравился формат То ставьте лайки Предлагайте, ну, продолжение для формата Потому что это, ну, поможет Возможно, я запишу еще такой видос Посмотрим Ну что ж, а там все С вами был я, Демастер Всем удачи и всем пока, ребятки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok